В Татарстане официально зарегистрировали брак между мужчиной и женщиной, которые поменяли пол. Необычный брак заключили парикмахер Эрика Аскарова и графический дизайнер Виктор Мануйлин. Молодые люди познакомились 4 месяца назад в Санкт-Петербурге. Виктор приехал в северную столицу для справки о смене пола. Там и встретил свою будущую жену. После непродолжительного романа они решили узаконить свои отношения. Инициатором создания официальной семьи стала Аскарова. «Меня удивляет, почему люди живут вместе, но не женятся. Почему у них иногда есть дети, а они не поженились. Это не стыдно? Люди встречаются, спят друг с другом, у них есть секс, еще и быт, то почему они не женятся», — отметила невеста. Избранник Эрики признался, что любовь изменила его мнение о браке. «Я до этого был категорически против всех этих печатей. Я думал, зачем это надо. А тут думаю, в принципе, я в человеке полностью уверен. Люблю и она меня любит. Да, давайте поставим штамп», — пояснил Мануйлин. Как и традиционные пары, трансгендеры обратились в ЗАГС Казани. Сотрудники приняли заявление, после чего назначили дату росписи. Торжественная церемония прошла 12 декабря. Молодожены не сообщили в ЗАГСе, что они ранее сменили пол, поэтому проблем при регистрации у них не возникло. «Я выгляжу как женщина, и у меня женские документы. А он выглядит как мужчина, и у него мужские документы. Там даже никто ничего не знал», — рассказала Казанферст Эрика. Супруг считает, что из нее получится хорошая мать. На знаменательном событии побывали только родители жениха и невесты, а также несколько их близких родственников. После регистрации они погуляли в ресторане. Оскарова и Манулин пока живут в Казани. Молодожены планируют переехать за границу. Они хотят иметь детей, но пожаловались на то, что в России могут возникнуть проблемы с органами опеки. По словам трансгендеров, в европейских странах к таким парам относятся лояльнее. Некоторые звезды разрешили своим детям менять пол. Недавно 13-летняя дочь трансгендера Анжелины Джоли официально переименовала себя в Джона. Шарлиз Террен часто выходит на улицу с 7-летним сыном трансгендером в девичьем наряде. В связи с этим Ксения Бородина раскритиковала методы воспитания голливудской звезды. На этой неделе стало известно о том, что 12-летний подросток из британского городка Рамсгит захотел стать самым юным трансгендером страны. Эшли Ламин решил сделать операцию по удалению мужских органов.